Пейшнс и Питер были идеальной парой. Веселые, красивые, но прямо как из модного каталога. Если бы их дом стоял не на море, я бы их возненавидела. Итак, он садится со мной в такси и дышит мне в ухо. Ну? Автор сценария Майкл Патрик Кинг. Я изнемогаю, изнемогаю всю дорогу от Хаустона до 72-й Мэдисон. Режиссер Николь Холловсонер. Брокеры дают советы по выгодным вкладам, архитекторы по дизайну. А незамужние девушки освежают ужин женатыми друзьями, пикантными подробностями из своей интимной жизни. На следующее утро я проснулась в отличном настроении. Мне не терпелось поскорее насладиться живописным видом. Доброе утро. Пейшнс вышла купить булочки на завтрак. Она скоро вернется. Он стоял передо мной во всей красе. Отлично. И он стоял, как ни в чем не бывало, покачивая всеми своими достоинствами. Я не знала, что принято говорить в таких случаях. Но булочек как-то сразу расхотелось. Доброе утро. Привет. Я купила к завтраку сок и горячие булочки. Ну? Рассказывай. Да. Я проснулась и в коридоре встретила Питера. Без трусов. По скриптуму. Поздравляю. Отличный денек. Дорогой, Кэрри действительно видела твой член? Да, мы столкнулись по дороге в ванную. А, в ванную. Ну да. Горячие булочки. Что будем делать сегодня? Свою булочку мне пришлось доедать уже по дороге в Нью-Йорк. Не понимаю, что это было. Предложение заняться сексом? Я не уловила ничего сексуального. Может, он просто хвастал перед тобой своим достоинством, как обезьяна? Не томи. Какого он был размера? Перец. Да, большое спасибо. Достаточно. Будете перец? С большим удовольствием. Думаю, от такого перца не откажется ни одна из нас. Спасибо. Я сказала ей, что это не причина расстраиваться. А она ответила, что мне не понять, ведь я не замужем. И что? У незамужней женщин хобби ездить в гости к подругам в надежде увидеть члены их мужей. Она была близкая подруга? Какая разница? Когда женщина выходит замуж, конец дружбы. Они жены, а мы враги. Миранда была единственной незамужней женщиной в адвокатской фирме. Уж она-то знала наверняка. Замужней женщины боятся нас, потому что мы можем спать с кем угодно, где угодно и когда угодно. Правда? И каждый боится, что этот кто угодно может оказаться ее мужем. Я ни за что не стану спать с женатым мужчиной. Так он тебе и сказал, кольцо можно снять. Факт остается фактом. Если вы не замужем, вам доверия нет. Бросьте. Совсем не все жены такие вредные. Шарлот относилась к браку с почти религиозным трепетом. Ты права. Те, кто тебя не боятся, тебя жалеют. Какая ерунда. Ты хочешь сказать, что никогда не ловила на себе сочувственные взгляды? Терпеть их не могу. Ну, допустим, ловила. Это ужасно, когда на вечеринке все смотрят на тебя, как будто ты... Старая дева? Прокаженная. Проститутка. Вот именно. Выходят, все замужние женщины наши враги.